Барабан Добрый вечер, уважаемые публики, добрый вечер телезрители. И сегодня мы начинаем новый цикл передач «Капитал-шоу. Поле чудес». Надеюсь, достаточно простые правила этой игры уже всем понятны. И я представляю участников первого тура. Итак, Галина Нестерчук, педагог из Москвы. Андрей Ульянов, музыкант, студент из Ленинграда. И Арташе Сангелян, инженер из Еревана. Первый ход, Галина Нестерчук, пожалуйста. Первый ход и сразу 250 очков, максимальная сумма, которую можно набрать. Поздравляю вас, сможете называть букву. М. Буква М. К сожалению, такой буквы нет. Ход переходит к Андрею Ульянову. Ваш ход. 25 очков. Андрей Ульянов, ваш вариант. О. Есть буква О. Замечательно. Первая у буквы, которая указана на Нестерчук. Прошу вас дальше, Андрей Ульянов, ваш ход. 30 очков. Пожалуйста, Андрей Ульянов. Б. Б. Прошу прощения, такой буквы нет. Арташе Сангелян, ваш ход. Ваш ход. Ваш ход. Ваш ход. Ваш ход. 30 очков. Арташе Сангелян, пожалуйста. И. Что? И. Буквы нет. Сожалею, пожалуйста, Галина Нестерчук, ваш ход. Сожалею, переход хода к другому. Андрей, ваш ход. Попробуй его быстрее. Андрей, как самый крупный и самый сильный толчок барабану дал. Ой. Ой. Банкрот. Все очки Андрея Ульянова сгорают. Ход. Арташе Сангеляна. Но игра продолжается, у вас есть масса времени еще. Вы наверстаете, я надеюсь. Надеюсь. Сто очков. Арташе Сангелян, ваш вариант. С. Сожалею. Нет такой буквы. Галина Нестерчук. Банкрот. 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 Итак, пока угадана только одна буква. Всего лишь одна. Их всего семь букв. У вас еще шесть букв, которые вы должны угадать, чтобы выйти в финал. Кто из вас выйдет, я не знаю. Прошу. 250 очков. Ваш вариант. Вам везет. Уже второй раз вы набираете по 250. Прошу, угадайте букву. Т. Какая? Т. Д. Д. Т. 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 Нету. Еще раз 250 очков сгорают. Извините, Андрей Ульянов. 30 очков. Пожалуйста. Эта буква «Л» там есть. «Л»? Какой буквой там нет? Извините, Арташе Сангелян, пожалуйста. Внимательно следите за тем, какие вы буквы называете. Очень просто. Всего лишь семь букв из русского алфавита нужно угадать. Пожалуйста. Вам везет на банкрота. Банкрот, все очки сгорают. Галина Нестерчук, пожалуйста, ваша игра. 50 очков, пожалуйста, ваш вариант. Пять. Пять, простите. А, простите, не видел. Пять очков, извините. «Ш». «Ш»? Есть такая буква. Пожалуйста. Галина Нестерчук. Замечательно. Пожалуйста, ваш код, Галина. Андрей Нестерчук, вы еще успеете. Если, конечно, Галина Нестерчук не угадает все остальные. Ну, невозможно. Я отказалась. Я отказалась. Так, уже, вот мне говорят, что уже Галина догадалась, какие буквы остальные в этом слове. Только бы здесь не подвела. Да, только вот барабан теперь не подвел, и все будет нормально. Перепрыгнула. Секундочку. 30 очков ваши. «Р». Вы, минутку тишины, внимание, вы готовы назвать слово сейчас сразу. Но учтите, но учтите, что если вы называете неправильно это слово, вы выбываете из игры. Нет, я знаю слово. Вы знаете, вы готовы назвать это слово? Внимание, тишина. Тишина. Розыгрыш. Правильно. Первая победа. Первая победа. Галина Нестерчук. Город Баскал. Спасибо, Андрей. Спасибо, Артажес. Женщинам всегда нужно уступать место. Вы это благородно сделали. Спасибо. Галина Нестерчук вышла в финал. Итак, второй тур нашей игры. В нем участвуют следующие тройки. Первый номер Борис Троеновский. Маскевич, артист духового оркестра. Второй номер Лилия Брославец. Экономист из Одессы. И третий номер Валерий Каврижин, врач из Томска. Итак, прошу первый тур Олег Троеновский. Прошу прощения, Борис Троеновский. Энергичное начало. 250 очков. Максимальное количество выбирает сразу Борис Троеновский. Итак, ваш вариант. Буква А. Буква А. К сожалению, но этой буквы в этом слове нет. Прошу вас. Лучше, тише, но лучше. Да? Такой принцип. Я не разогналась. Итак. Десять очков, пожалуйста, ваш вариант. Эн. Энна? Энна. Энна. Есть такая буква? Прошу, Наташа, откройте эту букву. Итак, Лилия, ваш следующий ход. Это сильнейший ход. 250 очков. Пожалуйста, ваша буква. Е. Замечательно. У меня такое ощущение, что не одна эта буква в этом слове. Прошу вас. Ваша, ваш ход, пожалуйста. Еще раз? Да, конечно. Вы же называете правильно, набираете очки. Ноль. Переход хода к другому. Пожалуйста. Опасную зону миновали. 100 очков. Неплохо для первого хода. Пожалуйста. Буква К. К. Нет такой буквы в этом слове. Порез, пожалуйста, ваш ход. Никому что-то приз не выпадал еще, да? У меня такое ощущение, что... Все очки, Борис, сгорают. Ход Лилии Брославец. Пожалуйста. Я знаю все слова. Вот так. Селезень. Селезень. Я вынужден вас огорчить. Вы покидаете игру, и ее продолжают только два ваших напарника по тройке. Спасибо. Лилия Брославец. Экономист из Одессы. Поприветствуем. Ну что ж, неудачи у всех бывают. Спасибо вам большое. Прошу. Следующий ход. 50 очков, пожалуйста, Валерий. В. В. Нет такой буквы. Пожалуйста, Борис. Это решительный шаг. Давайте поддержим Бориса. Все нормально. Итак. 25 очков, пожалуйста, Борис, ваше слово. Мягкий знак. Мягкий знак. Сожалею, но нет такой буквы в этом слове. Пожалуйста, Валерий. Так. 25 очков. Пожалуйста, Валерий. Д. Д? Да. Есть такая буква. Валерий Каврижин, врач из Томска. Прошу вас, сходите в ваш следующий ход. Давай, все, судьба! Первый приз в нашей игре. Браво, Валерий. Браво. По условиям игры вы знаете эти условия. Вы можете сейчас выбрать приз, но вы не знаете этот темный ящик, что в нем находится. Или же, и тогда вы бываете из игры, или же отказываетесь от приза и продолжаете игру. Что вы выбираете? Приз. Вы выбираете приз. Прошу приз, Наташа. Я прошу прощения. Поставьте сюда его, пожалуйста. Так, Борис, секундочку, вот на секунду. Да, действительно, может быть лучше в нынешней ситуации синица в руках, или чем журавль в небе. Я вот даже сам нервничаю. Но вот прежде, чем я его открою. Я прошу прощения. Помощники готовы? Готовы. Вы знаете, Валерий, я вам предлагаю 50 рублей деньгами, но вы не забираете этот приз. Не согласен. Не согласен? Нет. Я вам предлагаю 100 рублей. Не согласен. 150? Нет. 300? Нет. Хорошо, что ты не знал. 350? Нет. Мне надо подумать, подождите. Хорошо, я вам даю 1000 рублей. Нет. Полторы тысячи рублей. 2000? Нет. Я прошу вынести 3000 рублей. Я прошу вынести 3000 рублей мне. Прошу. Наташа, прошу. Я вам даю 3000 рублей. Я беру приз. Вы берете приз? Да. Ну что ж, я прекращаю игру, извините. Наташа, возьмите, пожалуйста, деньги. Тем более, от них отказался Валерий. Я открываю ящик. Пожалуйста, ваш приз. Жаль, но Валерий отказался от 3000 рублей ради этой замечательной собаки. А мы продолжаем игру. Спасибо, Валерий Ковридин. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, такого еще не было, согласитесь. Думали, дорогой приз. Итак, собачка за 3000 рублей. Это, по-моему, солидно. Итак, Борис Трояновский продолжает в одиночестве игру. Потенциально он победитель. Теперь все зависит от него, сколько очков он наберет. Прежде чем отгадает все слово. 25 очков, пожалуйста. Какой R? R. Есть такая буква? Борис Трояновский. Прошу вас, крутите дальше. А, ну я уже знаю. Так, секундочку. Вы уже знаете, но должен барабан остановиться. Давайте, может быть, вы банкротом сейчас будете. Конечно, не дай бог. Я желаю вам удачи. Не знаю. Итак, что? Сейчас, если банкрот. Вы сейчас нервничаете? Да. Да. Вот сейчас нервничаете? Не надо приз. Не надо приз. Вот Борис говорит, что ему приз не нужен в игре. 50 очков, Борис Трояновский, ваше слово. Резидент. Еще раз. Тишина в зале. Тишина в зале. Ваше слово. Резидент. Правильно. Борис Трояновский. Спасибо. Итак, третий кур нашей игры «Поле чудес». Представляю его участников. Они уже, по лицам видно, рвутся в бой. Итак, это Вячеслав Дюбайло, звукорежиссер из Москвы. Елена Суханова, художник-мультипликатор из Свердловска. И Михаил Попов, москвич, специальность логопед. Как говорится вам, и буквы в руки. Итак, прошу вас. Вячеслав, ваш первый ход. 30 очков. Удачное начало. Пожалуйста, ваша буква. Первая буква «Е». «Е». Есть такая буква? Спасибо. Итак, сразу удача. Ваш ход. Я прошу прощения, Вячеслав продолжает. Прошу, Вячеслав, сходите, а потом будете записывать. Решительный ход такой. Вам повезло. 50 очков. Пожалуйста, Вячеслав. Вторая буква, как я думаю, это буква «И». «И». Есть такая буква? Пожалуйста, Вячеслав Дюбайлов. Так, а теперь нас задумывается. Пожалуйста, ходите дальше. Ваш ход. Пять очков. Пять очков. Пять. Пять очков. Все-таки перескочил. Наташа, я прошу вынести призовой ящичек наш. Ну, вы берете приз? А есть какие-нибудь альтернативы? Альтернативы. Есть или нет? Я вам даю пять рублей. Пять рублей? Нет, мало я беру приз. Десять. Мало. Пятнадцать. Приз. Двадцать пять. Приз. Приз. Пятьдесят. Приз. Сто. Приз. Вы можете отказаться от приза и продолжить игру, кстати. Вы забыли право. Нет, я беру приз. Вы берете приз. Да, конечно. Так, Вячеслав берет приз. Давай. Пожалуйста. Я показываю приз. Приз, который выиграл Вячеслав. Так, камера. Пожалуйста, Вячеслав, вы покидаете игровую площадку. А мы продолжаем игру. Итак, ваш ход, Елена. Елена Суханова, художник-мультипликатор из Свердловска. Пожалуйста, поприветствуем Елену. Она впервые вступила в игру. Посмотрим, чем это для нее закончится. 30 очков. Пожалуйста, ваша буква. Буква Т. Т. Нет такой буквы. Спасибо. Михаил Попов. Москва. Ваш ход. Спасибо. 30 очков. Пожалуйста, удачно для первого хода. Р. Р. Есть такая буква? Замечательно. Приветствуем удачу. Ваш ход, Михаил. Пожалуйста. Пожалуйста, ваш ход. 50 очков. Пожалуйста, Михаил, ваш вариант. Какая? П. П. Нет такой буквы. Елена продолжает игру. Елена Суханова, художник-мультипликатор из Свердловска. 100 очков. Елена Суханова. Поздравляю. Ваш вариант. Буква Н. Какая? Н. Н? Нет такой буквы здесь. Михаил Попов, пожалуйста. П. 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 Ну что ж, вы все ближе и ближе к удаче. Осталось угадать 4 буквы, и кто-то из вас двоих выйдет в финал. 30 очков, пожалуйста. Буква Т. Т. Нет такой буквы, пожалуйста. Я прошу быть игроков внимательными. Даже если вы повторяете неправильно ту букву, которую уже сказали до вас другие игроки, все равно это считается как ход. 100 очков. Пожалуйста, ваша буква. Мягкий знак. Есть такая буква. Елена Суханова. Пожалуйста, ваш ход дальше. Кто догадался, я прошу тишину в студии. Тридцать очков, пожалуйста. Буква Ч. Ч. Сожалею, но нет такой буквы. Михаил, ваш ход. Т. Нам осталось немножко из тех, которые мы уже перебрали. Пятьдесят очков, пожалуйста. Эл. Эл. Есть такая буква. Михаил Попов. Итак, пожалуйста, ваш ход, Михаил. Ваш ход. Пятьдесят очков, пожалуйста, Михаил Попов. Б. Б. Нет такой буквы. Елена Суханова, ваш ход. Елена. Все варианты, вся работа головы только внутри себя. Пожалуйста, не подсказывать. Отличный ход. Вот сто пятьдесят очков, пожалуйста. Ваша буква. Буква Ф. Ф. Есть такая буква? Можно сказать слово? Вы готовы сказать все слово сразу. Вы хорошо подумали? Потому что уже был пример с печальным исходом. Или вы желаете продолжить игру? Можно чуть подумать? Я даю вам пять секунд, пожалуйста. Слово я говорю. Грифель. Это слово? Грифель. Грифель, правильно. Браво, Елена Суханова, художник-мультипликатор из Свердовска. Спасибо. Вы вышли в финал. Итак, у нас в финале Галина Нестерчук, педагог из Москвы. У нас в финале Елена Суханова, художник-мультипликатор из Свердловска. А также москвич, артист духового оркестра Борис Трояновский. Итак, финальная игра. В нее вышли Борис Трояновский, Галина Нестерчук, Елена Суханова. Борис Трояновский 75 очков, Галина Нестерчук 35 очков. Елена Суханова 250 очков. Итак, Борис Трояновский, прошу вас. Это поговорка. Вы должны угадать ее. Пожалуйста, ваш ход. Борис Трояновский, прошу вас. Все сгорают. Пожалуйста, Галина, ваш ход. Не падайте духом, все нормально. У вас, я надеюсь, еще будет возможность сыграть и набрать очки. Да, мы не вошли. Что так тяжело вздыхать? Она нет. Ты уж банк, есть? Ты уж банк. Банкрот. Галина Нестерчук, все очки сгорают. Ну, 35 не жалко. Слишком часто они натык. Елена Суханова, прошу вас. Слишком часто. Банкрот, банкрот. Нет, просто я тихо крутанула по просьбе. Ну что ж, игра есть игра. Но не повезло. Тренер. Тридцать очков. Елена Суханова, ваш вариант, пожалуйста. Какая буква, как вы предполагаете, есть в этой поговорке? Буква К. К. Буква К? Ну, К. К. Есть буква К? Ну, скорее. У нас есть одна буква К? Нет одной буквы К. Видите как? Ну, не повезло. Борис, пожалуйста, ваш код. В голове ни одной пословицы не осталось. Пять очков, пожалуйста. Буква Р. Р? Сожалею, но нет такой буквы. Пожалуйста, Галина, ваш ход. Не надо подсказывать. Я прошу прощения, еще раз обращаю внимание зрителей, не подсказывать участникам игры. Переход. Сожалею, но переход хода к другому. Пожалуйста. Елена играет. Что-то не везет нам ни Борису, ни Галине в этой игре. В финальной игре, где определяется только один победитель. Десять очков, пожалуйста, Елена. Буква А. Буква А. Блестящий успех. Вы это поймете, когда вы увидите, сколько буквы А в этой поговорке. Итак, прошу. Первая буква А. Вторая буква А. Третья буква А. Четвертая буква А. Четыре буквы А сразу. Пожалуйста, Елена Суханова. Ваш ход. Это фантастический ход. Это просто фантастика. Все просто. Буква А. Первая буква алфавита. Все. Все. Правда, меня бы это все в тупик поставило. Я представил ваши ощущения. Пожалуйста, Елена. Буква Т. Т. Сожалею, но нет такой буквы. Пожалуйста, Борис. Борис. Тридцать очков. Борис, пожалуйста. Буква Н. Н. Есть такая буква. Борис Трояновский. Борис вновь начинает набирать очки. Итак, 30 очков в багаже Бориса Трояновского. Пожалуйста. Пока Елена Суханова единоличный лидер по очкам. Я еще раз повторяю. Говорит только тот, кто играет. Банкрот. Кто ходил? Я. Борис Трояновский. Второй банкрот за одну игру. Извините. Это игра. Пожалуйста, Галина, ваш ход. А можно без хода сказать? Нет, мы посмотрим, что выпадет. Секунду. Внимание. Тишина в студии. Ну что, 15 очков. Тишина в студии. 15. 15 очков. 15 очков, Галина Нестерчук. Вы мне сказали только что, что вы готовы назвать всю поговорку сразу. Я знаю. Или же вы готовы продолжить игру. Вспомните опыт предшественников ваших. Неудачно. Подумайте. Я вам даю 5 секунд. Да, а если будет 0? 5 секунд прошло ваше решение. Лиха беда начала. Блестящая первая победа в нашей игре. Галина Нестерчук, педагог из Москвы. Я поздравляю вас. Спасибо, Борис. Спасибо, Елена. Спасибо за букву. Итак, первая победительница капитал-шоу «Поле чудес» Галина Нестерчук, Москва. Я вас поздравляю и прошу вынести список призов. Наташа, прошу вас. Спасибо. Прошу вас выбрать приз. Хорошо, я беру одеколон для мужчин «Корт». 15 очков. Да. Спасибо. Итак, одеколон для мужчин «Корт» 15 очков. Я вас поздравляю. Вы стали победительницей первой игры серии капитал-шоу «Поле чудес». Галина Нестерчук, Москва. Но я прошу одну минуточку внимания. Я прошу одну минуточку внимания. Вы много рисковали сегодня. Вы даже несколько раз обанкротились, если я не ошибаюсь. Я вам предлагаю сыграть со мной супер-игру. В которой будут разыгрываться супер-призы. Условия. Условия потом будут. Я вам расскажу условия после того, как вы согласитесь или не согласитесь. Хорошо, я играю. Вы готовы играть в супер-игре? Итак, Галина Нестерчук. Первая супер-игра в первой же игре капитал-шоу «Поле чудес». Итак, прошу вынести название призов. Те призы, которые будут разыгрываться в супер-игре. Стереомагнитофон с лазерным проигрывателем. Раз. Аплодисменты. Видеомагнитофон. Два. Холодильник. Три. Телевизор. Телевизор. Видеокамера. Телевизор. И автомобиль. Итак, я прошу вас сначала разыграть тот приз, который в случае выигрыша вы получите. Прошу вас. Только я? Да, естественно, только вы. Вы же победительница. И вы одна участвуете в супер-игре. Пожалуйста. А что вам лично хочется больше всего? Адекалон. Адекалон, да. Итак, стереомагнитофон с лазерным проигрывателем. Прошу. Стереомагнитофон с лазерным проигрывателем. Галина Неспирчук. У нас на табло название популярнейшего советского многосерийного художественного фильма. Вы должны сейчас назвать сразу пять букв, которые, как вы предполагаете, есть в этом названии. Место встречи изменить нельзя. Прошу вас. Сейчас. Вы готовы назвать сразу? Вы сейчас произнесли. Я уже не знала. Одну секунду. Еще раз внимательно подумайте. А, нет. Нет. Букв нет. Нет. В случае риска вы проигрываете... Место встречи изменить нельзя. Я прошу минуту тишины. Я прошу минуту тишины. Вы абсолютно уверены в этом названии? Ну, абсолютно нельзя быть уверенным, но это фильм популярный очень. И он подходит, по-буквам. И он подходит. Итак, еще раз. Место. Место. Встречи. Вичи изменить нельзя. Фантастика. Это просто фантастика. Галина Нескерчук. Вы становитесь обладателем супер-приза. Молодец. Браво. Браво. Я вас поздравляю. Молодец. Молодец. У меня такое ощущение, что если такие будут и в дальнейшем победители, то я просто вылечу в трубу. Но, тем не менее, я вас поздравляю и желаю вам удачи. Итак, первая игра и супер-игра капитал-шоу «Поле чудес» закончена. Мы вас ждем в следующую пятницу. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Открываются. Девушки отдыхают. Удачи. Девушки отдыхают. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА